Многие зрители спрашивают, очень многие, они спрашивают так, как говорить с детьми о войне? Как объяснить им, что происходит? И тем деткам, которые прячутся с родителями в бомбобежищах, в метро, как объяснить, почему бомбят, почему закончилось детство? И другим детям, у которых детство продолжается, которые не слышат сирен, взрывов, но видят, что происходит с их сверстниками, задают вопросы, почему это так? И вообще, главный вопрос, как воспитывать детей в такое время, когда войны, страдания, слезы не прекращаются? Дети могут понять. Да? Да. Потому что они же тоже между собой воюют. Гаизм ведь, он работает с младых ногтей. Да. Так что ничего здесь нет такого, что надо от них скрывать. Просто если вот показать им, если мы правильно детей не воспитываем, то они как играются в детстве в то, что хотят отдобрать друг у друга и быть такими все время задерами, так это и продолжают. И поэтому мы приходим уже к войне. У взрослых дядей в руках уже не просто там лопата или палка. Деревянный автомат. Да. Уже что-то серьезное. И с этого начинается война. Так что, что надо сделать, пока такие маленькие, как вы, мы же говорим к детям. Да, к детям. Пока вы такие маленькие, вас надо приучать, воспитать так, чтобы вы умели разговаривать друг с другом, мириться, уступать. И таким образом вы не будете доходить до таких больших проблем страшных, как вот эти дяди, которые развязывают такие войны. Вот что получается из того, что в детстве не слушались маму. Да. А что, не так? Вы считаете, что услышит ребенок это, да? Когда он увидит это самое, он очень впечатляется. Когда он находится под, грубо говоря, обстрелами, да? Да, конечно. Ему можно вот это вот так вот, да? Так рассказать ему, конечно. Это и есть воспитание. Это основа воспитания военного времени. То есть не развивать враг, ненависть против нас? Нет, нет, нет. Они это не поймут. Для них это беспочвенно. Нет основы. А вот когда дал, взял, хочешь забрать, он тебе не дает. Там какие-то, ну, детские. На этом, на всем можно говорить, вот. А на самом деле это разве не так? Игрывать и в нефть, в газ, там всякие эти международные штуки, это не та же самая детская игра. Только превратилась в такую опасную. Ну да, потому что вовремя не остановили, вовремя не смогли объяснить. Вот так и получается. То есть, если можно еще раз, основа воспитания, вот. Основа воспитания, потому что в детстве не смогли объяснить, чтобы понял, что никогда не надо решать споры силой. Сможешь убедить, да, нет, уступай. То есть ребенок должен понять, что силой споры не решаются. Не решаются. Иначе мы уничтожим друг друга. Ты представляешь, сегодня в мире. А как решаются споры? Что должен понять вот тот, кого мы воспитываем? Ну, ребенок. Что? Как решаются споры? Только лишь убеждением, когда ты другого человека не принуждаешь к миру, знаешь, есть такое выражение. Да. Принуждение к миру. Да. А когда вы объясняете друг другу, каким образом вы можете прийти к миру вместе, со взаимными уступками, а не с тем, что я прав, а ты виноват, и сейчас на это поймешь. Вот сейчас вы серьезную вещь сказали. Вы сказали, что ребенок должен уметь уступать. Вы сказали взаимное. Конечно, это самое главное в воспитании. А для чего все воспитание? Для того, чтобы научить бить первым, сильнее, лучше. Для того, чтобы мог остановиться и начать уступать. Это самое, по-моему, сложное. Вот это вот. Конечно. Особенно для детей. Для детей, потому что у них раскрытый эгоизм, маленький, но открытый. Прямой такой, да. Там не надо адвокатов, не надо... Ничего не поможет. Вот так вот, вот так, да? То есть вы предлагаете учить уступками, вот так вот, да? Вот так вот ребенка, чтобы он умел уступать. Все надо объяснять. Все надо объяснять. Ну и потом занятия. Занятия с ними. Садиться в кружок. И практические занятия. То есть есть ссора, давайте разберем, да? И так далее, и так далее. Давайте. Не до драки, а до мира, когда идти, да? Это долгая и такая, естественно, маха. Тогда у тебя получится еще дольше. Да, а так еще хуже, выходит. Да. Это объяснять можно и детям, которые, грубо говоря, под бомберами. Все зависит только от слов, от лексикона, от оборотов. Ты объясняешь это эгоизму, который и в маленьком ребенке, и в большом старике, старом, все равно находится тот же эгоизм. Понятно. Тут главная проблема преподавателей подготовить. Это ваша задача. Ваша задача. И ваша, кстати, тоже. Я сделал, что мог. Те, которые могут преподать это. Что такое к миру прийти, что такое отмена. Это самое главное. Да. Девочка. Ты —